ребятки привет из категории видос ни о чем всяким негативным личностям которые ждут нового видоса не потому что им как бы это интересно или нужная информация просто чтобы подзасрать меня как бы добро пожаловать господа это шучу видос ни о чем о чем ни о чем как там я вспомнил проскочили такие фразы когда там что-то говорю сушь там занятом нет время типа макс чем там занимаешься нихуя там не делаешь короче для того чтобы ну кому-то внести в ясность ну кому-то возможно сильно интересно чем я занимаюсь на чем занимается прям ничего не делает бизнес закрыл работу бросил как бы но времени куча свободного да все постоянно жалуются что это во времени категорически не хватает там мало там часов в сутках у меня сегодня прям прям праздник какой-то прям как это как ну у меня такого детства не было но не знаю как вот как детская иллюзорная мечта о прекрасном идеальном дне рождении когда вокруг много там дяди и тети которые тебя прямо вот водят от прилавка к прилавку с игрушками покупая тебе все вот сегодня был на почте вот и неожиданно для меня пришло какое-то количество определенных устройств вот и короче ну вы наверное уже вы смотрите особенно если девчуле сейчас смотрят думают ёптю как вообще там жить то можно там же жопу посадить некуда но это правда да и сейчас сейчас здесь кроме моей жопы вот больше места нету ну вот как бы ну и подруженцы спреет от от предков да то конечно придется прибрать вот но пока что жопу посадить некуда потому что потому что я прямо сейчас прямо вот синхронно в нескольких делах мы что мы тут наблюдаем что мы видим мы видим вот разобранный генератор мой разобран генератор мой разобранный видим куски от него опоры там что-то шуруповер там какие-то ключи и кабеля тут подсветка и тут какие-то модемы которых раньше не было вот ожидал я модем вот этот tplink немножко было но в идеальном состоянии из испании в барраковочке который дает может дать 300 мегабит скорость который принимает юсб свистки модема и который может отдавать раздавать интернет и вот меня раз уведомление что вам пришли какие товары я прихожу там хоть один пакетик мелочу их к это куда мы чё за хрень но там мелочу как мелочу вы тоже нужны на самом деле вот разъем для блока питания моего ноутбука да у меня специфичного такой я заказал два штуки потому что мне куда эти вам если выходить из кемпера где стрим делать мне начинается мне нужно от моего блока питания отключить шнур хотелось бы чтобы у меня вот в резервном там на 220 на 12 блоках было были просто свои шнуры чтобы мне не нужно было трогать кемпере чтобы было запаска вот такая штука потом вот такие разъемчики сетевые я хочу сделать адаптер вот я уже делал эксперимент проводил но как бы они успешно все показали хочу сделать адаптеров парочку таких удлинителей юсбшных которые будут удлиняться через сетевой кабель просто купил там 10 метров сетевого кабеля но именно в разъеме будет там скоммутировано так что будут толстые кабеля в итоге в результате в итоге мы из сетевого получим из обычного сетевого получим такой удлинитель на 10 метров юсбшный вот на такую лабуду вот но я думаю как так модем должен быть я говорю вот смотрите вот у меня тут пишут что пришло она моменте то сейчас посмотрим и уносит меня аж три коробки как забавно но перед этим перед этим я был дядя лёша я был дядя лёша и мне дичель мне дичель но неважно из берлина пришли из обцазки моей на мой генератор умерший вместо которого я поставил генератор который не совсем от моего авто но его поставил у меня работает вот я там что-то подрезал подпилил подделал все класс вот и я заказал ну я в моем корпусе короче не выломал я только один болт все остальные я по выламывал потому что оксид так так он прилепил оксидом и болты что я все выломал вот то что вы видите болтики торчащие это я уже такой молодец поломал штук пять верил ну что болтики тонкие пятерочки вот чтобы высверлить их каким-то образом потом как-то нарезаться и вот завинтить болтики вроде бы вроде бы нормально вроде более-менее резьба говнецовая местами такая не очень но вроде нормально вроде оживил резьбу вот болтики новые и для чего это все дело потому что потому что у меня вот один подшипничек не услышите этого звука короче один шумел я слышал шум короче не очень хорошие подшипники а генератор я предполагаю я думаю я не ошибаюсь у меня умер потому что я позвонил обмотки все окей по обмоткам все круто и по статору и по ротору что у нас ставится реле регулятора вот и я решил как бы поменять реле регулятора и заменить сразу же подшипнички сделать сервис но чтобы меня был в резерве в запасе хороший как бы бушный генератор запасной как обычно у меня без сюрпризов не произошло я не внимательно сортировка по цене не внимательно выбирал реле регулятора не увидел одно небольшое отличие это старый это новый она прям да прям на вас смотрит прям торчит это отличие вот она да ну вот но это не проблема я посмотрел схематику вот на этом контакте вот на этом на нем вот этот плюс на контакт возбуждения ротора значит мы сюда кинем какой-то проводочек выведем клемму и все будет нормально все будет чики-пуки ну вот короче я уже померил он все подходит становится на диодную на диодную сборку на диодный мост мой диодный мост это уже проверил все там все зашибись он выпален уже на короче вот короче завтра у меня будет квест мне нужно будет собрать обратно генератор проверить и потом опять снять генератор тот поставите этот короче такая тема вот вот этим я занимаюсь далее степа линком короче я игрался с одним-вторым модем один чуть не пошел я решил не разбираться сильно не вникать там то видео идет прошло у меня слетела вот это самое не стал вникать просто взял другой модем ну я как-то говорил уже что мне их оказалось два воткнул оп хлоп заработал класс круто воткнул кабель на камеры работает ништяк все зашибись а вот через кабель ну короче по проверял его по-разному все функции клееру и думаю зашибись и самое вкусное самое вкусное вот спасибо пацанам и другим пацанам которые в этом не участвовали тоже спасибо но здесь кто не знает это микротик sxt2 коробочка лежит там эти адаптеры вот это те кто в курсе там кто следят кто не следят ну кто не следят кто не в курсе короче тут было дело да у нас эксперименты с вай-фай антеннами подключением чужому вай-фаю так далее так далее так далее было много рекомендаций пожеланий и советов насчет антенны в каком-то очередном стриме вадик мне там парень которого зовут вадик такой макс ну тоже опять в очередной раз там типа тебя не геморройцы бы взять вот нормальную антенну такую а я уже так подустал от этих рекомендаций игры братан нет вопроса давай деньги вот куплю он такой нет вопросов короче эти уже на это на яндекс мани перевел из кого бы смотрю блять точно нихера вот это вадик был а дальше я искал 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 где подешевле вот потому что как бы мы по скромному решили там ну я просто я знал примерно ее стоимость этих антенн я уже мониторил их советовал много народу я уже не выдержал даже посмотрел сколько чё почем что лучше что хуже что мощнее что слабее вот и я искал 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 все было дорого 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 но я вспомнил про хороший сайт под названием allegro польский сайт я да залажу и нахожу не сильно дешево ну как бы по более-менее приемлемой цене это микротик все а тут уже очередь сказать очередной раз огромное спасибо стасику ну вот вообще зовут его станислав вот я его зовут стасик стасиком мы общаемся больше двух лет вот мой подписчик вот он купил когда-то прицеп новый караван вот но очень прикольный собирался ко мне в гости ну тут пока вот не заладилось в гости вот и я это сам нашел значит на allegro а стасик он сам из украины но живет в кракове красивый старинный колубный город краков вот я говорю стас ты можешь заказать то что поляки не рассылают по европе вот грива ссылка вот микротик он да не вопрос он взял заказал взял мне короче и отправил и когда я говорю суждами банковские реквизиты там или paypal свой ну бабки привезу за тему он такой говорит чай меня напоешь я приеду в гости я когда-то все-таки приеду к тебе в гости вот сейчас дилемма нужно найти такой хороший чай чтобы компенсировать вот эту благодарность вот большое спасибо стать это самое и еще это не все еще к теме из конкрет только тема антенны потому что как бы я долго надо список уже составлять список благодарности людям это только вот я сейчас про антенну говорю потому что есть паша вот пацанчик по аватарии по названию пацанчик моби дик в ю тубе да ну вот у него там тачка и вен из которого он сделал сурок бас на самом деле я увидел его в инстаграме оказывается это детка взрослый но как бы вот очень круто что он не дал умереть пацанчику внутри себя и вот остается он пацанчиком вот и короче старые мечты не должны умирать вот им нужно давать шанс вот они возможно правильные вот и он мне написал игры суши я когда-то на дачу кидал интернет использовал подобные антенны мы там убегите и микротик кажется но и мы слышим вы что-то это как-то в семье у нас там не особо принято выкидывать либо куда-то перепродавать обычно там вот отдаем там друзьям соседним родственникам донашивать тренироваться опыт ставить вот давай тебе их пришлю я говорю давай вот короче скоро придут еще антенны от пашки вот он из украины и и вообще будет квест такой мы помимо мы поедем опять на ту на то место где вот стабильная знаю есть интернет от одной гостишки и будем уже сравнивать не просто как бы а-ля там моя антенна самодельная их пример микротик мы еще микротик попробуем попробуем еще пашка выслал одна из них это на на стэшн локу та которая чуть-чуть послабее по сигналу чем на на стэшн обычная но все равно мы проверим ее как она работает но она как бы послабее но она и в два раза подешевле и покомпактнее вот то есть может для кого-то это будет важно вот мы скоро попробуем все эти антенны вот ну и понятно она пришла в руках как бы ну как ее не проверить ешь конечно же ее там это уже поторобанил на крышу же провод всунул уже уже в веб-интерфейс полез уже в компьютере ага что-то не коннектится что там нужны за нужно написать там слова из трех буков в такой-то строке написал о заработала а вот это и короче я уже начал играться там уже там уже про короче мне что надо было вообще проверить нам подключить ее и проверить чтобы она вообще работала она могла принимать чужую вай-фай могла отдавать мне интернет в по шнурку и могла давать интернет если подключить его к вай-фай роутеру да и раздавать по вай-файу но ту гостиницу я не достала которая вам рассказывала на 10 от меня в пяти километрах этот нестабильный сигнал которая ловила я думаю это какой-то какой-то отраженный сигнал какой-то совсем дохляковый вот я не смог его увидеть честно говоря хотя она этот микротик мне показал ну тучу прямо тучу сетей но там я еще не понял там как отличать она закрытая не закрытая под паролем без пароля то есть ну кроме как попытаться подключиться к ней пока это еще не потом дохрена там интерфейс прям блять там там целая целая этот целый короче пульт управления ядерным реактором вот такая тема вот я тупо взял телефон свой включил на раздачу кинул там вот на байк вот раз к нему к телефону подключился раз посмотрел она по шнурку идет интернет круто отключил здесь этот свисток подключил в тп-линк короче все попробовал все заработало поперла круто вот сейчас у хочу пойти типа типа на кальян к дяде лёше типа на кальян к дяде лёше там запись идет идет типа на кальян к дяде лёше на самом деле у меня шкурный интерес я хочу на ту крышу которую вы уже видели там когда ты там крышу украсил когда-то какие-то видосы снимал как-то там стрим дел вот я там на километр полтора ближе к гостинице досмарес там где есть интернет хочу взять с собой антенну ноут и попробовать половить там возьмет не возьмет если возьмет работа подключены будут так короче поэкспериментировать может сегодня можете сегодня не мы сегодня ну как не сегодня ну что мы не имели новых вещей нового велосипеда ни у кого что ли не было никто не знает что как так день рождения гости за столом круто я скоро вернусь у тебя сутки нету новый велосипед как его нужно ебануть сразу 100 километров а вот поэтому как бы идем к дяде лёши на кальян и на крышу вот надо проверить вот этим я еще занимаюсь параллельно то есть настраивал это настраивал это 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 пока не собирал на это нет времени это не приоритет вот электронный электронный наркомат наркотик вот держит пока вот это очень интересная штука вот это вот генератор генератор до будут собирать завтра плюс пацаны знаю да что потихонечку там вот происходит сейчас эксперименты с реактором сейчас буду колхозить какие-то нарезочки уже есть что о чем рассказать чуть-чуть еще настоящем автомобиль еще пока нихрена непонятно но ку то есть какие-то уже какие-то какая-то вот есть то есть что какие-то события уже происходили что-то я с ним делал и наверное стоит об этом рассказать потому что какие-то вещи иногда не освещаются вот вот такие вот дела у нас вот как бы в общем ничего не делаем лежим непонятно куда время тратится вот а сигналку сигналка еще мучаюсь сейчас сигнал хочу поменять мои стабильно работать моя сама палка это что-то может по окислялась купил китайскую за 15 евро но проблема сейчас меня сопричь замком потому что мой замок кодовый он посылает один и тут же у импульс он только он постоянно допустим там только плюс либо минут как подключишь да что там сделаешь но всегда только одна и та же один и тот же сигнал то есть он там на 5 секунд например упадает плюс да а мне нужно чтобы вот первый раз он подал плюс а второй раз минус и вот мне нужно это как-то сопричь и я мучаюсь уже голова у меня лопается три дня рисую схемы всякие на релюхах и ни хрена не попадают но то есть если это учел это не учел одно учел другой учил сложную электронику пихать не хочется хотелось бы на релюхах вот и пока ничего не выходит пока единственное решение это механически сделать да есть там вариант механические с электромагнитным таким соленоидом его намотать ну как намотать он мне уже намотан а вот и короче короче механически вот пока еще не знаю как я буду делать и это все происходит вот в одно время прямо все эти дела происходят параллельно они идут они не в одно время они идут они все идут в воде в одно мгновение вот только в разных параллельных событиях течения реальности вот понимаете как мы живем вот живем сразу в пяти параллелях реальности это вам не мискалин в африке жрать ну короче такая вот история вот такими так и такими вот я безделиями занимаюсь за которых как бы чуть-чуть не хватает времени сейчас надо съесть йогуртик а может даже бутербродик какой-нибудь и ехать к дяде лёше проверять микротик все ребят до скорого